Афиноген Хикарский Афиноген Хикарский Афиноген Хикарский Афиноген Хикарский Афиноген Хикарский Показано там, три перса отсутствуют как бы во вражеской команде, да, и у нас тоже уже четыре получается. Но потом, к сожалению, к сожалению, потом Зевс вернулся, но тем не менее, когда я остался один, у меня стало больше денег и больше опыта. В общем-то, я стал закупаться, купил ботинок, купил маску вот эту, да, потому что я планировал потом закупиться сатаником. Сатаник это реально офигенная вещь, особенно, ну, потому что у Тинни у нее же мощный удар, в конце будет все-таки там где-то под 400, да, может быть даже и больше. Так вот, а сатаник он, кажется, 200% что ли за удар восстанавливает, да, то есть получается сразу же 800 хп. Вот, я не знаю, почему он здесь не рекомендуется, но это реально офигенная вещь. И, в общем-то, ну, когда я остался один здесь, да, мне стало очень, как бы, проще играть, чем обычно, да, потому что шмот покупался один за одним, да. То есть я уже, видите, уже коплю себе на синий меч, чтобы сразу же прокачать четвертый скилл, вот. Команда пока что еще не понимает, что, да, очень сложно будет играть против одного один на один, если, например, да, ну, например, один чувак куда-нибудь убежал, да, оставил другого. И они пока что еще не понимают, что так играть нельзя, вот. Поэтому вначале, конечно, я очень хорошо прокачался, потому что мне удавалось иногда время от времени убивать своих соперников, да, там, и против двоих, и против троих. Ну, потому что Тинни сам по себе, он такой мощный перс, у него до хрена, в принципе, как бы удар уже изначально, да, там, сколько, смотрите, прокачал всего лишь на, получается, на один скилл, да, то есть не скилл или как, на один пункт, наверное, да. На один пункт четвертый скилл, и получается так, что у него уже 150 плюс 20, да, в самом начале при том, что. И, в общем-то, сейчас я не знаю, где-то сейчас начну выносить всех, я просто не помню, в каком моменте это было, да, ну, потому что, во-первых, я уже немножко, немножечко закупил основные вещи, которые там советуются, ну, кроме, конечно, маски, да, вот, которые у меня здесь. Вот. Конечно, одному сложно играть против троих, потому что ты не успеваешь бегать из угла в угол, да, но, тем не менее, в принципе, когда я купил Blink Dagger, кажется, да, он так называется, ну, такая штуковина, которая позволяет тебе телепортироваться. Блин, у меня на улице что-то зашумело, я не знаю, слышите ли вы, не слышите, да, ну, ладно. Короче, с Blink Dagger'ом реально офигенно становится, потому что чувачок начинает быстрее перемещаться, да. И в конце я тупо даже не понимал, что можно купить, потому что вроде бы я уже прокачался чуть-чуть, ну, как бы, как чуть-чуть, но всех выношу, да. Но и мои противники тоже начинают меня догонять, потому что у них появляются деньги, у них появляется опыт, у них, как бы, левелы поднимаются быстрее и быстрее, а, как бы, у меня получается лимит, то есть места нет, да, и, как бы, а деньги есть. То есть у меня где-то было 8 косарей, я с 8 косарями бегал, в конце там вообще было 30 косарей, но я думал, что я смогу выкупаться каждую секунду, да, но оказалось такое невозможно, потому что там какой-то кулдаун, что ли, появляется. То есть, например, один раз ты выкупился, да, и там потом еще показывается 2 минуты потом ждать. И это так геморно, потому что все-таки ты играешь один, ты прокачиваешь одного персонажа, и если ты помер, то все, считай, тебя, ну, вынесут, потому что некому защищать базу. Те персы, которые, те персы, которые там стоят на базе, да, они, получается, в самом начале ливнули, и у них там буквально первые-вторые левелы, они даже против крипов как-то очень хреново играют, ну, то есть, одному очень сложно. Вот если бы было 2 чувака, например, ну, в смысле, я и еще кто-то, то было бы намного проще, потому что так мы могли бы поделиться, да, там, например, один побежал в одну сторону, другой в другую, например, да, крипов выносить. Ну, то есть, вначале очень много башенок из-за этого, ну, из-за того, что я один, да, очень много потерял. Вот. Собственно, тем не менее, тем не менее, я понял, что надо прокачивать, наверное, скорость немножко, да, потому что, вроде четвертый скилл, несмотря на то, что он увеличивает, если я не ошибаюсь, несмотря на то, что он увеличивает силу атаки, он замедляет удар. Прикиньте, замедляет удар, офигеть. Я думаю, что если бы удар не замедлялся бы, то Тинни был бы, наверное, самым мощным. Прям вообще просто охренеть, каким мощным персом. Вот. Купил тупо кристаллис, потом выкинул его, потому что у меня не было места, закупился, закупился, как бы, в тайной лавке, там как раз-таки забыл, как эта штука называется, да, которая позволяет делать из кристаллиса и свитка, и, собственно, вот самого меча этого, да, блин, как он называется. Ну ладно, фиг с ним. Короче, смысл в том, что выкинул я кристаллис, здесь его прямо кинул, потом позвал курьера, погрузил туда кристаллис, в общем-то, и как бы собрал себе дедалус. Вот. И, в общем-то, потом, кажется, а, потом, кажется, я использовал, как он называется, ну вот четвертый предмет, который вот посередине, снизу, да, я его использовал, направил на себя, то есть ускорил, ускорил себя, то есть ускорил атаку там где-то на, наверное, ну там 40, что ли, или 50, потому что места, места нету, к сожалению. Смотри, всего лишь 6 слотов, а вещей, вещей надо много, чтобы Тинни, ну, как бы справился со всеми. Вот. Собственно, после того, как я прокачал, прокачал себе скорость, да, с помощью вот среднего этого нижнего предмета, да, я купил себе еще такую же фиговину. Я просто сейчас не понимаю, я это сделал уже или еще не сделал, или только начинаю это делать. Ну, кажется, кажется, только начинаю это делать. И, в принципе, до самой игры я не понимал, что надо покупать, потому что, потому что у меня денег было до хрена, там, тысяч 30, да. Но, как бы, вроде все вещи, которые мне нужны, основные, да, я купил, а другие, если покупать, то придется выкидывать какие-то, какие-то, ну, нужные. Например, ботинок, да, например, синий меч, например, дедалус, да, блингдаггер, он тоже очень полезный, потому что так можно было бы убегать, ну, или там догонять кого-то и убивать, да. А без него, конечно, отстойно. Вот, и, в общем-то, кстати, кстати, я вот впервые начал пользоваться сатаником, потому что я его всегда покупал, и, кажется, и, кажется, наверное, за все время в бою я не успевал его использовать. Не успевал лишь из-за того, что, не успевал из-за того, что то ли я на него рано нажимал, да, на сатаник, то ли поздно, а потом так получилось, что, а потом так получилось, ну, в этой игре, что я прям его... Охренеть, как начал часто использовать, и он очень часто выручал, в принципе, но, тем не менее, как бы, мои соперники, они хитрые, как раз-таки вот сейчас момент, когда Зевс ливнул, то есть это означает, что сейчас опыт и деньги будут делиться на двоих человек, ну, то есть намного сложнее играть, а если соперники не совсем дурачки, да, если они начнут объединяться, там, я не знаю, как-нибудь отвлекать. Вот, на самом деле, вот этот чувак, который кидает вот эти два диска, ну, он очень сильно мне мешал, потому что он, во-первых, отключал мою способность прыгать, да, постоянно перемещаться, то есть я не мог никак сдвинуться, потому что, во-первых, скорость передвижения уменьшалась, да, и плюс, блин, даггер отказывал там на 3 секунды, и пока ты не отойдешь от крутящегося диска, да, ты не можешь никак ничего сделать, да, и убежать. И, в общем, он так меня сильно бесил, в общем-то, сильнее мне, еще, еще сильнее мне начал бесить, как его называют, алхимик, да, когда он начал использовать невидимку, потому что я не мог, я не мог его увидеть, потому что у меня нет места, чтобы купить себе не даст, а не вард синий, да, то есть места вообще нихрена нету. Нужен один чувак хотя бы, ну, хотя бы какое-нибудь дно, которое бы бегало бы, да, и просто втыкало варды или там дастом пользовалось бы, потому что у меня все вещи, которые здесь, они нужны. Видите, видите, как они играют эти двое? Один убегает, пока тот восстанавливается, как бы, другой исчезает, например, да, и они, короче, меня пытаются развести, и они всю игру так играли, и это очень сильно тоже раздражало, потому что я не успевал, например, почти алхимика добил, у него там остается, грубо говоря, ну, там, ну, не знаю, 100 хилсов, да, он бац, исчезает. Вот, пока ты бежишь за другим чуваком или убегаешь, да, в тебя кидаются вот этим диском, двумя дисками, и, в общем-то, очень сложно, потому что диски, они замедляют, и плюс ты не можешь никак телепортнуться с помощью блинг-даггера. Здесь вначале, конечно, я еще не использовал сатаник, но в конце я уже начал нажимать так активно прямо на него, и это реально офигенно, там будут моменты, где он меня немножко, так сказать, выручил, да, ну, даже в каких-то местах даже очень, даже множко, да. Как видите, здесь на меня навалились диски, в общем-то, против них я бессилен, потому что перестает работать блинг-даггер, еще раз повторюсь, и это очень плохо. Как видите, меня замочили из-за этого, и, в общем-то, на базе никого, кроме как тех, ну, тех персонажей, да, которые остались, которые еще даже не прокачались там, да, какого-нибудь хотя бы 10-го левла, да. Как видите, я направил вайпера, но вайпер настолько слаб еще, что не может даже справиться с какими-то крипами. Я попытался потом уже другим персонажем, траксой, кажется, да, траксой отбить, отбить атаку, но диски уничтожают ее прям с первого выстрела, то есть попадания, так сказать. В общем-то, потом я выбежал туда, начал гасить, они разбежались, естественно, потому что понимают, что на этом этапе я прокачан сильнее, чем они, вот. Но, естественно, они потихонечку начали меня догонять, потому что, как я уже говорил, зев сливнул, больше стало крипов, плюс я еще немножко пропушил вверх и, кажется, низ уже, и крипы постоянно идут к ним. И они их уничтожают, копят себе деньги на что-то, да. Видите, тот чувак, он вообще хренеть кого хитрый, постоянно закидывает меня этими сраными дисками, и от него никак вообще, ну, не убежать, ничего не сделать, да. Конечно, в конце я начал немножко предметы менять, и, может быть, надо было пораньше это все сделать, да. Например, вместо ботинка, который у меня сейчас здесь, да, я купил себе, ну, тот ботинок, который позволяет телепортироваться к союзникам, да. Но потом я купил, в самом конце, прям в самом-самом конце, когда уже, ну, была решающая, так сказать, схватка, да, то есть решалось, кто победит, потому что, во-первых, они тоже начали не успевать, потому что со всех сторон фигачат мега-крепы. И плюс я еще не успеваю, потому что они мне пропушили середину, они сами прокачались, да, и очень сложно вообще было что-либо делать. Они такие хитрецы, один исчезает, другой закидывает дисками, плюс еще алхимик глушит, ну, вообще охренеть, просто ужас какой-то. Вот, только что мои крипы уничтожили башню, башню, которая была в центре у них, да, то есть я уже... Мид, можно сказать, скоро про пушу, ну, кажется, не до конца, кажется, там останется все-таки в итоге одна казарма, одна казарма, да. Тут я пытаюсь им на глаза не попадаться, просто прыгаю из места в место, уничтожаю крипов, чтобы они тоже возвращались назад и следили все-таки за крипами, которые пытаются пушить, да. Вот, здесь я не помню, что я сделал, а, низ уже был пропушен, да, здесь я, кажется, то ли собой рискую, то ли не рискую. А, вот, я включаю сатаник, одного убиваю, второго начал гасить, но он исчез, вот видите, как хреново, он исчез, мать его. То есть, если бы он не исчез, то он бы 100% сдох, потому что благодаря сатанику и мощности удара, сколько там удар, я не вижу, 352 плюс 100, что ли, у меня, да, я не вижу, что у меня здесь показано, да. И, короче, благодаря сатанику я бы мог его загасить, но не было вардов у меня, я не мог просто даже их позволить себе купить, потому что что я мог выкинуть, блингдагеры или ботинки, но если я выкину ботинки, то я не смогу от них убежать, а если на меня кинуть диски, то и блингдагер не поможет. Тут, конечно, уже все хреново пошло, потому что они пропушили на 70% мой трон и уничтожили последние башни, а без башен в данном случае, когда алхимик становится невидимым, очень сложно что-либо сделать, да, то есть увидеть алхимика, потому что он постоянно исчезает, то есть у него остается немножко жизни, он исчезает, восстанавливается, появляется и меня гасит. Вот здесь мне не удалось замочить того чувака, да, который кидает диск, забыл, как он называется, Тимбер, Тимбер, кто-то там, да, Тимберсо, кажется, наверное, да, наверное, Тимберсо. Вот, здесь меня загасили, как видите, трон у них тоже немножко пропушен, то есть 50% хелсов осталось, но, конечно, у них все равно преимущество, потому что два мозга против одного, и плюс они уже сами нормаз прокачиваются, потому что крипы идут со всех сторон и сверху, и снизу. Здесь уже я делаю финальные штрихи, начинаю рисковать. Продал блинк, купил себе посох и вместо обычных ботинок, которые прокачивают тебе скорость, да, и плюс 9 ко всем атрибутам, купил себе, кажется, Boots of Travel, если они так называются, да, хотел просто прыгнуть в сторону своих крипов и загасить их трон, то есть это был мой хитрый план, но, к сожалению, я забыл о том, что у меня нет башен, ну, башенок, да, которые охраняют мой трон, и что я не смогу увидеть алхимика, короче, он тут исчезает, потому что у него немножко хелсов осталось, я забываю про то, что нет башенок, думаю, что он убежал на базу, прыгаю к ним на базу, этот чувак появляется там и гасит мой трон, в общем-то я слился. Спасибо за внимание, с вами был Bitart671, поэт, философ и музыкант, пока.